здравствуйте друзья евгений гордеев из смоленска добрый вечер как-то говорить не хочется потому что вести ну кто назовет их может быть добрыми я не буду воздержусь дело в том что есть некоторые новые сведения по пермскому стрелку в результате преступной деятельности которого 8 человек погибло 24 по моему получили ранения и другие травмы пострадали в общем 7 из пострадавших в тяжелом состоянии авиарейсом в сопровождении медиков отправлены в москву самому этому стрелку не хочу его даже называть по имени по отчеству по фамилии отрезали левую ногу в начале операцию сделали он все еще не приходил сознание в тяжелом был состоянии и в конце концов поступили сведения что он скончался там больницы реанимации или или во время операции я не буду разные сведения есть из разных источников в общем скончался в больнице ну что тут скажешь кара господня настигла так может быть ну а я не знаю так сказать будет ли другим наука то при каких обстоятельствах все это произошло будет ли переведено студенчество на усиленный режим охраны будет ли нацгвардия или кто-то другой или полиция неведомственная может охрана полицейская охранять а хотя в неведомственная охрана как раз по моему перешла под ведение нацгвардии все время если они там и остались то может быть эта структура будет охранять но что-то же надо делать но надо же что-то делать но до каких пор так сказать будет дети гибнут до каких пор будут молодые люди до каких пор какие-то ошалевшие так сказать от интернета подонки ненавидящие все и вся будут распоряжаться жизнью и смертью себе подобных брать на себя функции господа бога но также нельзя друзья мои но нельзя же так и давайте потребуем так сказать вот мы избрали но пусть не избрали пусть они самоизбрались но они пришли это ведь для чего они пришли на огромные зарплаты на огромные другие какие-то дотации допинги они пришли на мягкие кресла на совершенно другие условия быта и социального обслуживания медицинского обслуживания так далее я имею ввиду наших народных избранников депутатиков всех уровней давайте в конце концов потребуем от них чтобы навели порядок в нашем общем доме до каких пор можно терпеть все вот мы чему пришли значит я вам сообщил то что хотел сообщить а завтра если будет время и возможность и так сказать сын у меня сейчас налаживает купленный вчера я уже не знаю или позавчера этот ноутбук я хотел все значит показать но на телефоне я не знаю как это все делается картинки показывается и монтаж монтаж тут на на неудобно делать и не знаю как поэтому дождемся вот это вот я покажу все но я хотел сказать что завтра если у меня получится я с вами вместе сделаю разбор вот ну так говорить пред предсмертного будем так говорить не подсмерт не посмертного а предсмертного письма оставленного в интернете или останулася в компьютере этим пермским стрелком который разгромил буквально 20 числа утром свой государственный университет перми альма-матер спасибо друзья за внимание с вами был евгений гордеев из города смоленска 25 у нас день города это день освобождения смоленска от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 43 года это было и мы вот отмечаем этот праздник как день города лишь бы была хорошая погода а я в этот день читаю стихи свои о нашем городе но не один на наши мои друзья из литературного объединения родник имени юрия васильевича башкова выдающегося считаю русского российского советского поэта социальной библиотеке это библиотека основном для пожилых умудренных опытом и годами людей вот там мы собираемся это наша как бы библиотека имени юрия васильевича пашкова основателя нашего родника спасибо друзья мои всего вам доброго пока